Здравствуйте! Я Неволина Елена Александровна, учитывая русского языка и литературы, эксперт по проверке заданий ОГЭ, приветствую вас на моем канале. Навык успешного выполнения заданий ОГЭ по русскому языку формируется при систематических тренировках. Записывайтесь на мой курс подготовки к ОГЭ по ссылкам после видео. В этом уроке вы узнаете, какие существуют изобразительно-выразительные средства русского языка. Все средства художественной выразительности можно условно разделить на фонетические, лексические и синтаксические. С помощью фонетических средств выразительности создаются звуковые образы в художественной речи. К фонетическим средствам выразительности можно отнести алитерацию и ассананс. А сананс – это повторение гласных звуков в речи. Например, «люблю березу русскую, то светлую, то грустную». Мы слышим с вами повтор гласных звуков «у». А литерация – повторение согласных звуков в речи. Например, «полночной порою в болотной глуши чуть слышно бесшумно шуршат камыши». Мы слышим с вами повтор шипящих звуков. К лексическим средствам выразительности относятся тропы. Тропы – это слова и выражения, которые используются в переносном значении для создания художественных образов. В этом уроке мы рассмотрим только те тропы, которые анализируются на ОГЭ по русскому языку. Эпитет – это образное определение. Чаще всего эпитет отвечает на вопросы, «какой» или «каков» и выражается прилагательным или причастием. Примеры эпитетов вы видите на экране. Сравнение – это сопоставление по сходному признаку двух предметов, явлений или действий, чтобы пояснить один из них с помощью другого. Признаками сравнения являются Первое. Использование сравнительных союзов «как», «словно», «будто», «точно», «что». Например, «пруд», «как блестящая сталь». Сравнение «как блестящая сталь». Второе. Использование слов «подобно», «похоже». Например, «взгляд его был подобен молнией». Сравнение «подобен молнии». Третье. Использование существительного в творительном падеже. Например, «золотой лягушкою луна». Сравнение «лягушкою». Четвертое. Использование сравнительной степени прилагательного или наречия. Например, «под ним струя светлее лазури». Сравнение «светлее лазури». Метафора – это скрытое сравнение. Перенос свойств с одного предмета на другой на основании исходства. Багровый костер заката. Сравнивается закат и костер по цвету. Олицетворение – это вид метафоры. Перенос признаков одушевленного предмета на неодушевленный. Например, «спит земля в сиянии голубом». О земле говорят как об одушевленном предмете. «Гипербола» – это излишнее преувеличение свойств изображаемого предмета или явления. Пример вы видите на экране. «Литота» – чрезмерное преуменьшение свойств изображаемого предмета или явления. Например, «ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка. Шпиц – это собачка, она никак не может быть ростом с наперсток». Фигуры речи – это синтаксические средства выразительности, основанные на построении словосочетания, предложения, фразы. Напоминаю, что в этом видеоуроке мы рассмотрим только те фигуры речи, которые анализируются в ОГЭ по русскому языку. Антитеза – это противопоставление понятий, образов. Например, «ты богат, я очень беден». Антитеза «богат, беден» основана на антонимах. Инверсия – это обратный порядок слов. Пример инверсии вы видите на экране. Риторический вопрос – это вопрос, который не требует ответа, а задается для привлечения внимания. Например, в пьесе Грибаедова «Горе от ума» Чацкий задает вопрос «А суди кто?» для привлечения внимания к проблеме. На экзамене эти знания помогут выполнить задание ОГЭ. Нажмите на паузу и прочитайте задание. В этом задании сравнение мы находим в предложениях первом и четвертом. Первое предложение «И слезы наконец брызнули, как брыщут в цирке у клоунов, сильной струей». Сравнение «Как брыщут в цирке у клоунов». Четвертое предложение «Она не плакала, но было так тяжело, как будто она несла на спине мешок картошки» Сравнение, как будто она несла на спине мешок картошки. Ответ 1-4. По ссылке после видео вы можете скачать таблицу с основными средствами художественной выразительности, которые рассматриваются на ОГЭ по русскому языку. А на следующем уроке мы рассмотрим с вами, как правильно выполнять восьмое задание на ОГЭ. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал.